И сегодня мы немного поговорим о функциях. В данном уроке мы быстро пробежимся по некоторым аспектам, которые связаны с функциями C++. Быстро, потому что я думаю, что многим из вас это и так уже давно известно. Именно поэтому все примеры будут очень простыми и будут иметь лишь цель показать суть работы того или иного механизма. Итак, функция представляет собой именованное объединение группы операторов. Наиболее важной причиной использования функций служит структурирование программы. Также использование функций может значительно сократить код вашего проекта, если вам приходится довольно часто использовать одну и ту же группу операторов в разных местах. Синтаксис функций выглядит следующим образом. Сперва у нас идет тип возвращаемого значения, затем имя функции, потом в фугу-скопах указываются ее параметры, и после этого в фигурных скобках идет тело функции. Тело функции – это набор тех самых инструкций, которые она должна будет выполнить. Давайте попробуем написать какую-нибудь простую функцию. Для начала пускай она просто выводит на экран какой-то определенный текст. Точно так же, как и с инструктурами, для того, чтобы использовать ее в главной функции main, мы должны указать компилятору о том, что она существует. Это делается с помощью прототипа. Здесь мы указываем тип возвращаемого значения функции. Поскольку она у нас никаких значений возвращать не будет, то тип возвращаемого значения указываем void, затем имя функции, и параметров у нее тоже никаких нет. В принципе, мы могли бы написать полностью определение функции здесь, но это не рекомендуется, потому что это слишком загромождает код, и лучше делать это внизу или вообще в каком-либо другом файле. Но мы напишем это просто чуть ниже нашей функции. Итак, то есть вот эта вот строчка говорит компилятору о том, что такая функция просто есть. Говорит о том, что у нее нет параметров, и о том, что она ничего не возвращает. Теперь давайте ее опишем. Пишем все то же самое, что и выше, только теперь указываем те инструкции, которые она будет исполнять. Итак, пускай на экран она выведет ее простая функция. Вот, после этого мы должны ее вызвать в нашей главной функции. Делаем это... Кстати, тут еще не помешает сделать отступ. Строки. Перенос строки. Чтобы вызвать функцию, нужно просто написать ее имя и в скобках также указать параметры. В данном случае их нет. Вот, собираем проект. Проект успешно собран. Запускаем. Вот, как вы видите, на экране появился тот текст, которого мы ожидали. Теперь рассмотрим пример функции с параметрами. Пускай она будет возвращать у нас... Точнее, не возвращать, а выводить на экран все значения между А и Б. Итак, она нам ничего не возвращает, поэтому тип возвращаемого значения 0. Назовем ее Lambers. И в прототипе укажем то, что она принимает два параметра. Первый из них int, и второй тоже int. В прототипе не обязательно указывать имена параметров, потому что тут они никакой роли не играют. Если вы укажете, ошибки никакой не будет, но можно этого не делать. Теперь опишем ее. Тут уже нужно указать имена, чтобы с ними как-то работать. Так, что будет, если А меньше Б, меньше либо равняется Б, то выведем все значения, которые находятся в этом диапазоне. Пишем пока А меньше либо равняется Б. Эти фигурные скобки нам не обязательно. Вводим на экран. И сделаем, чтобы было более читабельно. Пробел поставим после каждого числа. Иначе скажем, что произошла какая-то ошибка. Давайте проверим. Запустим ее с параметрами. Допустим, 3,5. И с параметрами 5,3. Во втором случае, она должна сказать, что произошла какая-то ошибка. Вот, как вы видите, первый вызов функции привел к тому, что она вывела 3,4,5. А второй к тому, что она вывела ошибка. Также мы можем задать некоторые параметры по умолчанию. Создадим еще одну функцию, которая получает на вход строку и в зависимости от того, выдает какое-то значение. Пускай наша функция называется hello и принимает она строку name. Пускай она будет здороваться с тем, кто ей сюда придет. Для этого нужно подключить библиотеку string. Чтобы поле name присылать по умолчанию какое-то значение, нужно написать равно и в кавычках указать то самое значение. И наша функция будет здороваться с тем самым человеком. Так, тут забыли. Проверим. С правой вызовем без параметров. А во второй раз вызовем с параметром John. Вот, как и ожидалось, первый раз мы познакомились, точнее поздоровались с Кевином. Второй раз с Джоном. Во всех предыдущих примерах мы не могли изменять значение параметров, которые передавали функцию. Но иногда это может пригодиться, поэтому давайте напишем такую функцию, которая будет увеличивать значение переменной, переданной в нее, на 10. Отличие состоит лишь в том, что после указания типа данных нужно поставить значок амперсанта. Так, тут тоже самое, его, кстати, можно ставить как перед типом данных, так и перед значением, так и перед именем переменной. Просто увеличим на 10. Теперь создадим какую-нибудь переменную b со значением и вызовем функцию с этим значением. Потом выведем его на экран, чтобы убедиться в том, что наша переменная b изменилась. Вот, как вы видите, было значение 7, и после выполнения функции оно стало 17. Дело в том, что когда мы ставим этот значок после типа данных, то функцию передается не просто значение, в предыдущих примерах оно у нас копировалось, а в данном случае мы как бы передаем адрес этой переменной, и вот эта самая переменная a является, по сути, тем же самым, что и наша переменная b функции main. Они ссылаются на одну и ту же область памяти. Продолжение следует...